Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Проблема обманутых дольщиков в центре внимания на межведомственной комиссии. При губернаторе Самарской области обсудили ход работ на достраиваемых объектах, а также трудности, связанные с их сдачей в эксплуатацию. В этом году 480 дольщиков уже получили долгожданное жилье. Что будет сделано еще в этом направлении, а также какие меры принимаются к недобросовестным строителям, расскажут наши корреспонденты. В заседании межведомственной комиссии по вопросам дольщиков приняли участие представители профильных министерств, контроль надзорных органов, главы муниципалитетов, застройщики и представители инициативных групп обманутых дольщиков. Напомним, активная работа по решению этих проблем началась осенью 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. В результате новый дом обрели уже более 1500 человек. В последнее время предпринято целый ряд шагов, которые позволило нам вывести 10 объектов из числа объектов, там где были обмануты и нарушены права дольщиков, и до конца года еще три у нас в плане, это как минимум. Кроме того, проведена большая работа по вопросу совершенствования законодательно-документальной базы по защите прав дольщиков. Это позволило упростить ряд процедур и придать процессу необходимую динамику. Уже разработано постановление регионального правительства о создании некоммерческого фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, а также определен порядок выплаты денежной компенсации пострадавшим участникам долевого строительства. Водным объектам 2019 года в нашей задачи ввести в эксплуатацию и, в конце концов, исключить из реестра 8 объектов. Три из них на сегодняшний день введены в эксплуатацию. Таким образом, долгожданное жилье уже в этом году получили более 480 дольщиков. В высокой степени готовности находятся еще три объекта, а по двум достройка признана нецелесообразной. Обманутым дольщикам будут представлены компенсации из областного бюджета. На этом заседании рассмотрели четыре объекта, три из которых расположены в Самаре. Это долевки на пересечении улиц Советской и Черемшанской, на Советской армии 117 и на Революционной. Также члены комиссии рассмотрели объект ЖСК «Виктория» в Тольятти. Один из самых проблемных объектов на пересечении улиц Советской и Черемшанской. Дмитрий Азаров поручил увеличить темп работ по разрешению ситуации. В процессе обсуждения вопроса представители инициативной группы дольщиков предложили дать возможность получения льготной ипотеки для покупки нового жилья для тех граждан, по которым планируется осуществить выплаты. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Дмитрий Азаров также обратил внимание застройщиков на то, что в случае невыполнения ранее заключенных договоренностей к ним будут применены самые решительные меры. В качестве примера глава региона привел ситуацию с задержанием руководства компании-застройщика объекта на 18-м километре московского шоссе «Самаре», которое обмануло 500 дольщиков. «Справедливости заканчиваются просто и для застройщиков, и для тех, кто начинал строительство когда-то в другом статусе. Так как и должно заканчиваться задержаниями, арестами и так далее. Вот у нас совсем недавно случай такой произошел. Естественно, правоохранительные органы отработали как должно. Да, задержанные граждане. Вот что происходит сейчас. Самарская область, когда нарушаются договоренности. Максим Остриков, Сергей Ставцев, СТВ. Уфас возбудило дело по факту повышения цен в отношении трех коммерческих перевозчиков. Коммерческих перевозчиков заподозрили в сговоре. Речь идет о повышении стоимости проезда в маршрутках до 35 рублей с 1 июля этого года. У этих компаний разные объемы пассажирских перевозок и разные направления движения транспорта. Поджигатели все-таки добили старый лифт. Жильцы дома 149 по улице Революционной, в том числе люди пожилые и родители с маленькими детьми, вынуждены ходить пешком по лестницам девятиэтажки. После устроенного неизвестными пожара в их доме вышел из строя лифт. Черные стены и выбитые окна создают особую атмосферу при походах вверх и вниз. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Пешком я с 28 этажа, мне 86-й год. Как вы думаете, легко у меня ходить? Недавний пожар в доме номер 149 по улице Революционной заставил людей в девятиэтажке, независимо от возраста и физического состояния, ходить пешком. Лифт подожгли неизвестное. Видно, что от огня даже двери деформировались. Поджоги в этом доме случаются не в первый раз. Горел мусоропровод и подоконник, да и лифт у ранее тоже доставалось. Но на этот раз его остановили окончательно. Пожар у нас произошел 10 августа в ночь, в 2 часа ночи. Пожар потушили. В общем, лифт у нас вышел из-за пожара и строя совсем. Вы обращались в свою управляющую компанию по поводу лифта? Да, мы обращались в управляющую компанию ЖКС. У нас обслуживает по поводу лифта, ремонта лифта. Они нам пообещали новый лифт сделать. Лифт – новую кабину, так как, говорят, механизм не пострадал. Смета была нами подписана. Около месяца уже прошло. Никаких сдвигов. После пожара у нас везде разбиты окна. Пожарники разбили окна, потому что было очень много дыма. Окна все. В общем, без окон мы будем, наверное, зимовать. Обещают, тоже ничего делать не хотят. Что конкретно говорят по поводу окон хотя бы? Обещают. Они приезжают, обещают. Приводят нам какие-то сметы без подписей, чтобы мы их подписали якобы. Мы, естественно, такие документы подписывать не собираемся. В общем, тянут время. Жильцы рассказывают, что и без пожара лифт, что называется, свое отслужил по установленным правилам и нормативам. Насколько мне известно, эксплуатация лифта в жилых помещениях, в домах должна обслуживаться не больше 25 лет. Нашему дому 46 лет. Ни разу лифт не менялся. Ко всему прочему, он и так у нас постоянно ломался. А теперь еще уже дважды поджигали его. А сейчас уже вот месяц, месяц мы практически вообще вот ходим. Вот я с палочками. Ну, муж у меня вообще не выходит на улицу, он сердечник. Я с палочками после трех операций. Вот и все. Как это можно лишний раз на улицу за хлебом трудно выйти? Кто виноват в ситуации с поджогами, должны решать правоохранительные органы. Но проблемы коммунальные все же по закону. Это дело управляющей компании. Замена лифта действительно может припоздниться из-за производителей и поставщиков. Но окна вставить накануне отопительного сезона – это все же задача коммунальщиков. Как и отремонтировать ступени на крыльце, а также сделать косметический ремонт в подъезде. Максим Устриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Необычная авария произошла в областном центре. Самарский пенсионер на скутере устроил ДТП с молодым мотоциклистом. Все случилось на улице Молодогвардейской. Это фотографии с места событий. К счастью, другие участники движения не пострадали. Интересно, что виновником аварии мог стать водитель скутера. 72-летний, житель Самары. Невнимательность пенсионера привела к тому, что он ударился в мотоцикл «Хонда» под управлением 26-летнего мужчины. Оба водителя получили травмы головы и были госпитализированы. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. В Самаре стартовал парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Творческие коллективы с особенными актерами представят свои постановки в необычной форме. Репетиции шли не один месяц. Для этих особенных актеров открываются новые возможности. Заявить о себе и о своем таланте уже перед более широкой публикой. На парафестивале, который пройдет в Самаре с 9 по 11 сентября, выступят театры и творческие коллективы со всего региона. Работа с особенными актерами тоже особенная. Порой сложная, но такая интересная. Победитель парафестиваля поедет в Москву. Уже там представлять наш регион на профессиональном уровне. Конечно, в первую очередь хочу вас всех поздравить с этой замечательной идеей, которую мы вместе воплощаем в жизнь. Уникальный фестиваль. Спасибо вам большое. Пяток – территория равных возможностей для людей талантливых, для людей жизнерадостных и жизнелюбивых. Совершенно точно. И наш фестиваль, я уверен, станет яркой страничкой в истории культурной жизни не только городского округа Самары, Самарской области, но и всей России. В Самаре прошли соревнования по конному спорту. Одни из лучших наездников региона продемонстрировали свои навыки. Получилось весьма захватывающее и интересное зрелище. Все подробности в нашем следующем материале. Настоящий друг, который никогда не предаст. Лошадь любит тепло и ласку. Своему наезднику отвечает тем же. Это очень чувствительное животное. К соревнованиям готовится в паре. Отсюда и такая дружба. И такое доверие. Это, во-первых, друг в первую очередь. Если как ты с ним будешь вести, так он будет с тобой вести. Ты будешь к нему по-доброму относиться, и он с добром к тебе. Ипотерапия есть. Почему? Это лечение лошадью. У нас ипотерапия занимается с дельфином и с лошадью. Поэтому лошадь, она такая восприимчивая очень и ревнивая. Лошади ревнуют своего хозяина. Он как Бастон у меня, ему 19 лет. Я его вырастил. Это соревнования по выездке и преодолению препятствий. На подготовку к одному заезду порой уходят долгие месяцы упорных тренировок. Это спорт двоих. Это и животное, и человек. Человеку необходимо ухаживать за животным, чтобы оно у него было в форме, прыгало хорошо и везло его на соревнованиях. Для этого нужно за ним ухаживать, убирать. Ну и, соответственно, делать всю сопутствующую работу. Соревнования проходят на базе конно-спортивного клуба «Легион», которому исполнилось 17 лет. Также стоит отметить, что один из организаторов соревнований – региональная культурно-просветительная общественная организация Ассамблеи народов Самарской области. Победитель первого конкурса грантов президента России Владимира Путина. Уход за лошадьми, как за любимыми животными, требует большого усердия, внимания. Мальчики, к сожалению, приходят, поскакали, потом стало неинтересно и уходят. А так же, как в семье, женщина является основой, скрепляет все супружеские узы и семью держит. Также и здесь за лошадь нужен постоянный уход, внимание, нахождение психологического контакта, и тогда будет успех в соревнованиях. В регионе объявлен конкурс журналистских работ «Казачество» в Самарской области 2019. Одна из его целей – активизировать на территории Самарской области социальное служение казачества, привлекая широкую общественность к совместной работе и сотрудничеству с казачьими организациями, повышая при этом положительный имидж казачества. Конкурс проводится на средства президентского гранта. 9 сентября во всем мире отмечают День красоты. И не случайно. Дело в том, что Международный комитет эстетики и косметологии на Всемирном конгрессе принял решение ввести День красоты, чтобы привлечь внимание к неповторимой, природной, своеобразной красоте мира. И теперь, с 1995 года, в этот день в мире, особенно приветствуется все красивое и прекрасное. Слово нашему корреспонденту Юлии Фроловой. Идеалы женской красоты всегда менялись со временем и зависели от географического положения. Так, например, в Египте ценились девушки со стройными фигурами и правильными чертами лица. В Греции ценились девушки со спортивным телосложением и крупными лицами. А в Европе признавали скромных леди. И если с мужскими идеалами все просто, то современные стандарты женской красоты – очень сложное понятие. Для каждого века свои понятия об идеалах красоты. Определенные каноны красоты существовали столетиями и менялись очень медленно. Например, древние греки не только не стыдились собственного тела, но и всячески совершенствовали его с помощью макияжа, одежды и физических нагрузок. Ведь считалось, что внешне красивый человек обладает прекрасным умом. То, что еще вчера признавали привлекательным, сегодня кажется странным и безумным. Блондинки сменяют брюнеток, аппетитные формы худышек, смуглянки белокожих. Но неизменным всегда остается одно – призрачный идеал красоты, к которому люди стремятся приблизиться. Не знаю, я сразу думаю о Мерлин Монро. Для меня моя жена – идеал моей красоты, которую я очень люблю, и за ней забочусь. Прежде всего, внутренняя красота, когда человек может делиться своей радостью, когда он может в другом поднять настроение, своим видом прекрасным. Наверное, вот это самое главное – радовать других. Образ красивой женщины в современном мире связан уже не только с внешними данными, но и с характером и внутренним миром. Интересный факт – все больше людей склоняются к идее естественной красоты во всем ее многообразии. Ну, самое главное – это здоровье. Если человек здоров, то он будет выглядеть всегда хорошо. Если он счастлив, самое главное. Идеала не будет и не может быть, потому что мы все разные, все мы красивые. Международный день красоты – это также день, когда свой профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе связана с красотой. Но красоту нельзя измерить, ею можно лишь любоваться, ведь для каждого она своя. Женственность, уверенность в себе, самодостаточность, самореализация, психологическая устойчивость и харизма – все это можно назвать девизом «Женщин наших дней». Но вполне возможно, что через несколько лет стандарты женской красоты опять изменятся, как это происходило уже много раз. Юлия Фролова, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарской области объявили двойное штормовое предупреждение. По-настоящему осеннюю погоду в Самарской области в последние дни определяло поле повышенного давления. Это будет способствовать выхолаживанию земной поверхности в ночные и утренние часы. В отдельных районах были заморозки до минус 1 градуса. Во вторник днем местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, ночью облачность будет переменной. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем до плюс 22 градусов, ночью от плюс 3 до плюс 8. Напомню, что с 9 по 11 сентября в регионе сохраняется высокая пожароопасность листов. У меня же на этом все. Далее еще немного информации и прогноз погоды. Интересные новости программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости о СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. К Самару прибудут мощи святых преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Верующие смогут приложиться к ним на выставке «Благословенная Самара», которая вскоре откроется в нашем городе. Святой Сергий помогает в учебе, исцелении, защите, поиске новой работы, душевном покое. А преподобного Серафима просят о прекращении душевных страданий, излечении от недугов. Девушки обращаются с просьбой выйти замуж, а семейные – об укреплении любви и отношений. Выставка организована совместно с Самарской епархией по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Для верующих и тех, кто интересуется православной культурой, проведут лекции и встречи с богословами, с психологами, культурологами, а также спектакли, концерты и мастер-классы по различным ремеслам. Можно будет также ознакомиться с книгами XVII века и трудами святейшего патриарха Кирилла. А широкая ярмарка порадует изделиями из дерева, стекла, керамики, шерсти ручной работы, домашним текстилем, сладостями, деликатесами, орехами, грибами и травами.